Здравствуйте! В эфире телеканала АЛАУ Новости. В студии Айдос Оспанов и смотрите сегодня выпуски. Носить маски в публичных местах и общественном транспорте является обязательным. Такое заявление в своих социальных сетях опубликовал президент страны Касым Жомартакаев. Поводом стал рост заболеваемости коронавирусом в ряде регионов, среди которых оказалась и наша Кустанайская область. Подробности в материале Натальи Басмурзиной. Кустанайцы уже несколько дней жалуются на проблемы с водой, но в коммунальном предприятии Кустанайсу заверяют, ее качество соответствует всем требованиям. С чем связаны проблемы, расскажет Камила Солкомбаева. 15 тысяч тенге на комуслуги. Выплаты по возмещению коммунальных платежей стартовали в Кустанайской области. Рост заболеваемости коронавирусом в Кустанайской области уже вторую неделю подряд превышает 7-процентный порог. Такие же результаты зафиксировали еще в семи регионах страны. В связи с активным ростом числа заболевших обеспокоенность выразил президент Казахстана Касым Жомартакаев. Он поручил акимам областей и городов исправить ситуацию, поскольку считает, что в регионах недостаточно соблюдаются карантинные меры. В Казахстане подвели итоги прироста заболеваемости коронавирусом за минувшую неделю. Такой подсчет становится уже традиционным. Данные изучаются по каждому региону. Число новых заболевших сравнивают с общей цифрой зараженных коронавирусом. Неделю назад, когда были озвучены итоги за 7 дней с 11 по 17 мая, Кустанайская область попала в группу с высоким уровнем заболеваемости. При новом подсчете эта позиция также не изменилась. В некоторых регионах рост такой достаточно значительный. В первой группе мы относим те регионы, у которых темп прироста составляет более 7%. Таким приростом на сегодняшний день у нас показали 8 регионов. Это Алматинская область, Атравская область, Жамбулская область, Карагандинская область, Кустанай, Туркестан, Шамкент и Североказахстанская область. За прошедшую неделю число заболевших в Кустанайской области выросло на 44 случая. Если в воскресенье 17 мая среди зараженных коронавирусом были 78 человек, то в конце следующей недели, то есть 24 мая, эта цифра выросла до 122. Такие результаты стали поводом для опасений среди населения, не вернется ли ужесточение карантина в регионах, попавших в первую группу прироста заболеваемости. Это решение будет приниматься совместно в части усиления карантина, дальнейшего усиления карантинных мер. Определяется, соответственно, межведомственная комиссия при правительстве Республики Казахстан. Или послабление, или ужесточение мер будет зависеть от эпидемиологической обстановки. По поводу высокого роста заболевших, обеспокоенность выразил и президент страны. На своей странице в соцсетях он высказал следующее мнение. Карантинные меры в городах не соблюдаются, что приводит к увеличению количества зараженных. Правительства, Акима областей, городов должны выправить ситуацию. Ношение масок в публичных местах, общественном транспорте является обязательным. Следить за исполнением поручения президента пока призваны регулярные рейды органов СЭС и полиции. К примеру, сейчас в Казахстане повсеместно проводится контроль открывшихся ресторанов, кафе и стаовых на предмет соблюдения ими санитарных норм. За прошлую неделю было проведено более 10 тысяч таких объектов, было проверено. Около тысячи разных нарушений было выявлено. Было значительное количество предприятий, которые приостановили свою деятельность по результатам этой проверки. В целом, за минувшую неделю в Казахстане зарегистрирован 2091 случай коронавирусной инфекции. Общее число заболевших на сегодня – 8969 человек. Рост заболеваемости по всей стране колеблется в среднем от 2 до 5%. В Кустанайской области со вчерашнего дня начали открываться объекты общественного питания. Работать они должны с соблюдением жестких санитарных требований. Об этом говорится в постановлении главного санитарного врача области. Но, как оказалось, не все предприниматели правильно понимают новые требования и работают с нарушениями. Тему продолжат мои коллеги. Вчера и сегодня в Кустанай начали работать торгово-развлекательные центры, библиотеки, спортивные объекты, кафе, рестораны и другие объекты общественного питания. Но все они должны работать с жестким соблюдением санитарных требований. Количество посетителей должно не превышать не более 30 человек. Расстояние между столами должно соблюдаться не менее двух метров. Вот сегодня данные требования мы решили проверить, как соблюдается нашими предпринимателями города. Сотрудники полиции, департамента контроля качества товаров и услуг, а также Акимата, начали свой обход с наиболее крупных объектов, которые находятся в центре города. Уже в первом заведении, в крупном кустанайском караоке-баре, с первого взгляда было видно нарушение. Людей больше 30. Рулетная померяемая, 2 метра. Расстояние между столами. Это соблюдается в плане того, что не больше 4 тысячи метров. Между владельцем заведения и рейдовой группой возник спор. Причина – недопонимание в правилах, описанных в постановлении главного санитарного врача области. Владелец заведения указал, что посадочных мест 70, все заняты. То есть 30 человек сидят внутри, а 40 на улице. И это, по мнению владельца, не противоречит правилам. В итоге всем вместе пришлось еще раз пересмотреть постановление. Владелец нарушения признал и написал объяснитель. Уже в следующих заведениях, куда направилась группа, нарушений не было. Точнее сказать, заведения оказались закрыты. А те, куда все-таки смогла войти рейдовая группа, были пусты. Ни одного посетителя. Зато требования все соблюдены. От расстояния до наличия санитайзеров. Мы взяли объяснительные с владельцев торговых точек, у кого выявлены нарушения. Ну а затем уже будем рассматривать вопрос о применении к ним административных каких-то штрафов. Штраф грозит в размере 100 МРП. Такие рейды группа намерена проводить ежедневно. И не только по заведениям общественного питания, но и по другим увеселительным заведениям. Поскольку, несмотря на запрет, некоторые продолжают свою работу. Костанайцы уже несколько дней жалуются на проблемы с водой. То она грязная, то ее и вовсе нет. В Костанайцу наличие проблемы признают, но указывают, что эта вина не их предприятие. К тому же коммунальщики заверили, что качество воды по-прежнему соответствует требованиям. В ситуации разбиралась Камила Салкамбаева. Уже несколько дней жители областного центра сталкиваются с временным отключением холодной воды. Но это не единственная проблема, которая беспокоит горожан. Больше всего вопросов вызывает ее цвет. В инстаграм АЛАУ приходят десятки сообщений с фото ржавой воды. И что за вода идет холодная? Как стираться? Как пить вообще ее? На КСК просто ужас. Невозможно готовить. Вода коричневая. Деньги коммунальщикам платим за что? Как будто прямо с тобой его подают. В Костанайцу дали объяснение ситуации. По словам коммунальщиков, это были неплановые отключения воды. Проблема произошла из-за перебоев с электричеством. Неоднократные скачки электроэнергии, даже минутные, влекут за собой отключение насосной станции. После ее включения воду дают постепенно, чтобы не увеличить давление в трубах и не вызвать аварии. Поэтому несколько часов город оставался без воды. Что касается мутности, то на это тоже есть причины. Из-за того, что мы имеем изношенность сетей и такие аварийные режимы эксплуатации, то это повлияло на то, что появилось вторичное загрязнение. То есть получилось взмучивание и проблема ила, и то, что повысилась мутность. В свою очередь хотелось бы принести извинения за причиненные неудобства, но они напрямую связаны с энергоснабжающими организациями. Это ЭПК «Форфайт» и «ТОМРЭД». Еркебулан Файзулаев заверяет, что качество воды соответствует всем санитарным нормам. И единственная проблема кроется в энергопредприятиях. Он также добавил, что сейчас их компания готовит претензионное письмо в адрес энергетиков. Нашим предприятиям проводится, несмотря на большие убытки, будут сейчас проводиться работы по промывке сетей. То есть в местах сброса, это районе КСК, районе Московского водовода, там, где у нас есть сбросные колодцы, мы сейчас будем сбрасывать воду, чтобы промыть и снизить мутность. В Кустанай-Су отметили, что вчера вечером работа насосной станции была полностью стабилизирована. Но грязный цвет еще может сохраняться, поэтому промывку сетей будут проводить до тех пор, пока вода не станет чистой. Жителей просят запастись терпением. Правда, сегодня днем снова произошли перебои с электричеством, что привело к очередному отключению воды в городе. Диара Хмеченко, Мила Солкомбаева, РТН. Только две тысячи жителей Кустанайской области получили возмещение коммунальных платежей за период ЧП. Хотя число одобренных заявок на сегодня уже перевалилось за 16 тысяч. По словам представителей управления ЖКХ, начисление должно было проходить еще в первой декаде месяца. Но приступить к нему на деле удалось только вчера. В чем причина такой задержки и много ли обращений, все еще не прошли рассмотрения, узнавали наши корреспонденты. Чтобы получить возмещение по коммунальным услугам за время режима ЧП, в Кустанайской области уже обратились больше 32 тысяч человек. Но вот одобрение пока получила лишь половина из них. Само же начисление денег на лицевые счета стартовало и вовсе буквально на днях. Работа сейчас только началась по именно начислению. На сегодняшний день уже было направлено средств в порядка 22 миллионов тенге. Было направлено на возмещение. Но только началась работа. Можно даже сказать, со вчерашнего дня началась работа. Эти 22 миллиона охватят около двух тысяч человек. Но в управлении энергетики и ЖКХ обещают, что до конца мая средства поступят по всем одобренным на сегодня заявкам. Их общее число составляет 16 тысяч 65. Вообще, перейти к начислению денег в нашей области планировали еще в первой декаде месяца. Но средства из республиканского бюджета поступили позже намеченного срока. Из-за этого и произошла задержка в выплатах. А вот отставание по рассмотрению обращений связано с другой проблемой. Некоторые заявки дублируются. Есть даже такие моменты, где пять заявок даже от одного адреса, от одного человека пять заявок поступают. Может быть, сразу телефону звонят или еще. И из-за этого рассматривается немножко затяжный момент рассмотрения заявок. В итоге 15 тысяч обращений пока остаются без ответа. И это число растет с каждым днем. Хотя и не так стихийно, как это было в конце апреля. Тогда только запущенная акция для уязвимых категорий населения ежедневно собирала тысячу звонков в колл-центрах. Теперь таких заявок во всем регионе поступает не больше 300 в день. Но в управлении говорят, что утихший ажиотаж еще не говорит о скором завершении приема обращений. Их продолжат принимать и весь первый летний месяц. Кто, допустим, не успел подать в мае месяце по каким-то там причинам, они могут в июне месяце подать заявку. И им будет компенсация за два месяца. За апрель и за май месяц. Июнь – это будут остатки. Это 15-15. Допустим, человек потребляет, допустим, по квитанциям вышло у него 14 тысяч или 13 тысяч. 2 тысячи и плюс 2 тысячи за два месяца. То есть 4 тысячи остаются на следующем месяце. Напомним, что подать заявки на компенсацию коммунальных платежей могут семь категорий населения, указанных на экранах. Квартира или дом, за который будет проходить аплаза, должны числиться за ними. Но вот лицевые счета могут быть как за самим обращающимся, так и за членами их семей. По словам руководителя управления ЖКХ, и в том, и в другом случае государство компенсирует образовавшуюся задолженность. Продолжаем выпуск. Суд по убийству полицейского начался в Костанае. Нашумевшее на всю страну преступление было совершено в январе этого года в Табыле. Процесс ввиду действующих в стране ограничений проходит за закрытыми дверями. Однако нашим корреспондентам предоставили возможность проследить за его проведением в режиме онлайн. Напомним, преступление было совершено в Табыле на улице Комсомольска, где в одной половине дома проживал Алексей Золотаренко с женой и маленьким сыном. Во второй 28-летний брат жены Михаил Прокуратов. В час ночи 19 января мужчины начали драться. Золотаренко избил Прокуратова. Тот побежал к себе, обещая взять нож. Его противник запер за ним дверь и стал держать. А Левтина Крячек, жена одного из дерущихся и сестра другого, вызвала полицию. На вызов приехали сержант Амангельдес-Издыков и Дархан Базарбаев. Как рассказывали позже сотрудники областного департамента полиции, патрульные оценили степень угрозы для потерпевших, сказали им выйти из полутораметровой общей прихожей и, вооружившись резиновой палкой и баллоном со следоточивым газом, открыли дверь, в которую не переставал ломиться прокуратов. Первым входную дверь открыл сержант полиции Базарбаев, который был вооружен резиновой палкой, а за ним стоял младший сержант полиции Амангельдес-Издыков, у которого в руках был аэрозольный баллончик. Как только открылась дверь, в дверной проем выбежал указанный дебошир, который мгновенно нанес один удар ножом в область груди Базарбаева. Нападавшего без вреда, но полицейский упал. Прибывшие через пять минут сотрудники скорой медицинской помощи констатировали его смерть. Уроженца Уликольского района Дархана Базарбаева с почтами похоронили на родине в присутствии заместителя министра и председателя Совета ветеранов МВД. В департаменте полиции региона семье Дархана Базарбаева вручили орден Айбин – доблесть третьей степени. Его напарник Амангельдес-Издыков за образцовое исполнение служебного долга, проявленную храбрость и мужество, наградили медалью. Супруги Дархана Базарбаева передали средства, которые собрали отставные полицейские, и письмо от главы министерства. Было возбуждено уголовное дело по статьям угрозы убийства и убийства лица при осуществлении им служебных обязанностей. Спустя 4 месяца начался судебный процесс, допуск на который ограничен, но нам по запросу предоставили возможность следить за его ходом в прямом эфире. Подсудимый также связывается с судом из учреждения 161-1. По материалам следствия, Золотаренко вместе со своей матерью и до и после полуночи пил водку и пиво, отмечая крещение Господня. Прокуратов, вернувшийся из гостей, тоже был нетрезв. Начался конфликт и обоюдные угрозы. Прокуратов, уходя по просьбе сестры, бросил зятю, что положил бы всех, если бы в комнате не было маленького ребенка. Золотаренко выбежал за ним и в ответ на удар кулаком по лицу избил его, повредив себе руки, и, повалив на землю, начал пинать, пока его не оттащила жена. Как женщина показала в суде, ее муж держал ее брата за закрытыми дверями до приезда полиции более 10 минут, но реальную угрозу жизни членам ее семьи от Михаила она не ощущала. Ее показания в суде настолько отличались, что гособъединителю пришлось зачитывать первоначальные из дела. На это женщина ответила, что они были записаны со слов Золотаренко. Полицию же она вызвала, чтобы разнять и успокоить мужчин. Брат с сестрой в ходе судебной видеоконференции передали друг другу приветы. Также на заседание были допрошены полицейские. Дежурный, принявший вызов, следователь, проводивший первоначальный допрос, и напарник погибшего полицейского. Процесс возобновится в начале июня. Хамзан Рупийсов, Виталий Луговской, РТН. К другим темам. В Костанайской области продолжает расти количество заболевших ВИЧ. Только с начала этого года инфекция подтвердилась у 126 человек. При этом изменился основной путь передачи ВИЧ. Если раньше в регионе большая часть заражений приходилась на шприцы, то теперь это половой путь. Подробнее материал наших корреспондентов. Ежегодно по всему миру регистрируется около миллиона людей, заболевших ВИЧ. В Казахстане относительно других стран ситуация считается благополучной. Тем не менее, специалисты отмечают ежегодное увеличение новых случаев ВИЧ в стране. Больше всего заболевших в Павлодарской, Карагандинской, Североказахстанской областях. Кустанайский регион по эпидситуации находится на шестом месте. Только с начала года в области зарегистрировано 126 новых случаев инфекции. Это на 18 человек больше, чем в прошлом году. ВИЧ-инфекция у нас зарегистрирована во всех административно-территориальных единицах области. Но наибольшее количество случаев, конечно же, приходится у нас на город Кустанай, город Рудный и город Лисаковск. Хочется также подметить, что от общего числа выявленных у нас более 92% приходится на возрастную категорию в возрасте от 15 до 49 лет. И этот факт является тревожным. Тревогу специалистов вызывает не только то, что это трудоспособное население, студенты университетов и колледжей, но и потому, что это люди детородного возраста. Говоря о детях, стоит отметить, что среди беременных уже выявлено 12 ВИЧ-инфицированных. Специалисты указали, что раньше немногие люди были готовы к сдаче тестов на наличие инфекции. Это затрудняло выявление ВИЧ-ужителей. Но теперь население проверяют даже во время первичного обращения за медпомощью. В текущем году действует приказ Управления здравоохранения о дополнительном скрининге населения Кустанайской области. Он рассчитан на все категории населения. Если раньше обследование на ВИЧ-инфекцию было по определенным клиническим эпидемиологическим показаниям, то сейчас охватывают как можно больше категорий населения. Это необходимо и потому, что ситуация с ВИЧ-инфицированными меняется в целом. Если в прошлые годы основной путь заражения был шприц, а вторым по распространенности – половой путь, то сейчас среди новых заболевших большее число заразилось половым путем. Очень полезно, если родители уже с ранних лет начнут молодому поколению объяснять о том, что такое безопасность полового поведения, что такое необходимость контрацепции и непосредственно, что такое ВИЧ и СПИД, и каким образом они передаются. На сегодняшний день не существует препаратов или вакцин, которые могут способствовать полному излечению от данного заболевания, но есть антиретровирусная терапия. С 1993 года в Кустанайской области было выявлено 2627 ВИЧ-инфицированных. Из них 755 случаев летального исхода. Специалисты напоминают, что своевременная диагностика помогает держать инфекцию под контролем и не допустить ее распространения. Для этого достаточно сдать кровь в поликлинике, либо в центре СПИД. Анализ крови занимает до 20 дней. Аспанка Кимжанов, Камила Солкумбаева, РТН. С 1 июня начинается прием заявлений на зачисление в детские сады. Он будет осуществляться, как и в прошлом году, через автоматизированную систему Индиго. Однако на этот раз родители не смогут подавать заявки на одного и того же ребенка с разных устройств. В программу внесли изменения. И за повторную заявку с другого компьютера или телефона родители потеряют доступ к сайту. Сначала на 5 дней, а потом и вовсе бессрочно. Родители малышей, которым пора идти в детский сад, смогут подать заявки на зачисление своих детей уже на следующей неделе. Сделать это нужно будет через систему Индиго. Свободные места начнут там появляться с 1 июня. 1 июня в 6 часов вечера будут выставлены свободные места, которые будут иметься на этот период в частных детских садах с государственным образовательным заказом. А 2 числа родители смогут уже получать эти направления в эти детские сады. С 4 июня будут выставляться свободные места государственных детских садов. А 5 числа родители смогут их получать уже. В этом году в Кустанай освободятся 2900 мест для детей разных возрастов. Но число ожидающих в общей очереди намного выше 8 тысяч человек. В прошлом году подобная ситуация привела к ажиотажу. Родители, чтобы повысить свои шансы и не упустить место в саду, подавали заявки всей семьей с разных устройств на одного ребенка. Из-за этого в программе происходили сбои. За год разработчики Индиго систему пересмотрели и теперь обещают, что подобной ситуации не должно повториться. Получить направление можно только через личный кабинет заявителя. Это с одного какого-нибудь устройства или один компьютер или телефон и с одного браузера. В случае, если начнут заходить родители с разных браузеров, с разных устройств, то программа их будет блокировать. И это считается грубейшим нарушением. За такое нарушение придумали и наказание. На первый раз система забанит пользователя на 5 дней. Если ситуация повторится второй раз, то блокировка произойдет на месяц. Ну а на третий бан будет бессрочным. Войти в систему вновь можно будет только обратившись в отдел образования, написав там заявление и дождавшись восстановления кабинета разработчиками. Но не только активность со стороны родных Мауша стала причиной новых правил в системе. Были и другие факты. И учтились случаи взломов этой программы. И родители пытались всякими путями получить направление. Вот из-за этого. И были случаи, что пытались таким образом продавать направление. Это было выяснено и поэтому все таким образом как-то попытались отрегулировать. По словам сотрудника отдела образования, продажа мест в очереди происходила не только в целом по стране, но и в нашем регионе. Такие данные им предоставили спецорганы. Правда, без конкретных подробностей. Еще одна информация, которую нужно учесть родителям, это расчет возраста ребенка для зачисления в детский сад. Направление получат те малыши, которым на 1 сентября этого года будет исполнено два года. Если день рождения выпадает позже, то и в детский сад идти придется на следующий год. Аспан Какимжанов, Наталья Басмурзина, РТН. Такими были события дня. Хороших всем нам новостей. До свидания.